Но 13 января в календаре значится не только Старым Новым Годом, но и Днём Российской Печати. Профессиональным праздником издательств и писателей, журналистов и публицистов. Все, кто имеет отношение к мастерству слога, принимали сегодня поздравления и мы. В областном центре прошло вручение ежегодной губернаторской премии по журналистике. Телерадиокомпания «Мир Белогорья» получила награды сразу в трёх номинациях. В 2019-м, по мнению жюри, у нас была выпущена лучшая телевизионная программа. Солдатики. Светлана Игуну, известная всем под фамилией Немыкина, и Алексей Зимин создали серию историй о детях, участниках партизанского и подпольного движения в Белгородской области в годы Великой Отечественной войны. Сумели не просто рассказать, а создать образы через детали. Одна из ярких работ, которые отметили, история о пионере-герое Вите Захарченко. Зимой 1942-го Витя Захарченко уходит в разведку и пропадает бесследно. В штабе даже начали жалеть о том, что взяли его к себе, да не уберегли. Когда он внезапно среди ночи вернётся и не один, а с еле живым лейтенантом на плечах, всем окончательно станет ясно, что парень не промах. Её ведущая Светлана Немыкина говорит, что собирать такие истории сложно. Их проживаешь, и это часто мешает работать. Когда говорится о детях, которые взяли в руки оружие и пошли воевать наравне со взрослыми, в это вообще трудно поверить. Это просто от одного слова мурашки. А когда ты это экранизируешь и пытаешься как-то образами визуальными донести, это порой на разрыв. Вот у нас несколько историй есть, над которыми мы и сами с Лёшей до сих пор не можем их смотреть спокойно. В год 75-летия Победы в Великой Отечестве на войне наша телерадиокомпания выпускала множество материалов о героях. Но была история и о тех, кто молился о них, о женщинах. Она получила звание «Лучший» в номинации «Телерепортаж года». Наша коллега, редактор дирекции информационного вещания «Мира Белогорья» Ольга Чёрная рассказала о тихом женском подвиге на войне. И о людях, которые его увековечили в мемориале в Прелестном Прохоровского района. Композиция связана с уникальной традицией села. Историю которого создают скорбящие женские образы. Ольга Чёрная постаралась разглядеть все детали композиции. Это отметила признательный зритель, начальник пресс-центра Белгородской областной думы Ирина Морозова. Удалось не только раскрыть тему перекрёстка, да, вот этого перекрёстка судеб, времён, преемственности поколений, но и показать в самом сюжете, что она тоже часть этой преемственности. Это видно и по подаче материала, по поведению кадра в кадре, по вниманию к деталям. Когда она говорит, почему у мамы лицо узкое, а у ребёнка более круглое. И вот через такую образность, да, что мама не доедает, она жалеет ребёнка. Мне кажется, очень удачная параллель и очень удачное воплощение. Мать пытается поддержать своего ребёнка, то есть она его защищает вот этим жестом. А вот я заметила, у матери лицо заужено даже искусственно так, а у девочки немного полнее лицо. Ну, это потому, что как мать пытается как-то кормить своего дитя, то есть спасти. То есть она ест меньше, чем дитя, всё отдаёт ребёнку, да? Да. 19-летняя Женнифер смогла почувствовать многоликое горе матери на войне. Это мать, которая вот в таком горе, что даже не замечает, как её ребёнок тянется к ней. Она ничего не слышит, то есть вот буквально ничего не видит в своём горе. Ольга Чёрная себя за материал не хвалит. Без людей, которые были с ней рядом, награды бы не было. Герои мои очень интересные. Девочка Женнифер, это вообще просто космическая, у неё тонкая такая натура. И она сумела передать так чувственно, красиво, тонко вот эти женские образы, их горе. Вот, женское горе на войне. Она удивительная. Удивительный, талантливый Максим Баранов, скульптор, который тоже так он сумел передать вот эти черты настоящей русской бабушке, которая, ну у неё такая, знаете, светлая скорбь, скорбь на лице. Вот она оскорбит, но она очень светлая. Конечно же, я очень благодарна оператору своему, Эдику Горелову, за то, что он вытерпел все мои творческие капризы. В копилке наших итогов 2019-го и интервью года шеф-редактора дирекции телепроизводства Мира Белогорья Ирины Смагиной. Жюри высоко оценила её получасовой разговор с Захаром Прилепиным, писателем, публицистом, лауреатом и обладателем многих литературных премий. Но это ещё не всё. Также специальную награду от Банка России получили экономические новости. Субтитры создавал DimaTorzok